Добрый день вы смотрите открытую студию проекта места города как снизить конечные расходы по ипотеке тема сегодняшнего эфира и практические рекомендации как сократить расходы на сотни тысяч рублей даст руководитель компании финансовые партнеры Артем Рыжкин здравствуйте уважаемые зрители Артем а с чего начать после того как семья либо человек пришли к решению что необходимо приобрести недвижимость и ипотеку наверное стоит сначала оценить свои шансы на получение ипотеки то есть провести историю проверить свое место работы все ли в регионе присутствует происходит какие какие сейчас условия на рынке происходят дают ли вообще ипотеки сегодня и так далее по ставкам сначала посмотреть свою кредитную историю обратиться к экспертам и уже потом искать недвижимость после этого получить одобрение по ипотеке то есть получить гарантийное письмо и после этого подбирать жилье пока не подобрали ипотеку можно подобрать недвижимость но не одобрать ипотеку не успеть и квартира просто уйдет ну продадут в данном случае так то вот так на какую процентную ставку на сегодняшний день можно рассчитывать процентная ставка для различных категорий людей это государственные служащие к примеру можно получить там от пяти процентов по ипотеке есть госсубсидии и так далее для граждан российской федерации трудоустроенной городе кострома и не только за пределами костромской области но прописано в регионе присутствие банка сегодняшний день можно получить ставку там от 8 процентов по ипотеке более чем адекватно но в среднем где-то 10 11 процентов нужно рассчитывать но адекватная ставка по ипотеке какая бы реклама не было чтобы не происходило в конечном итоге она будет примерно такая какой должен быть первый взнос по ипотеке каким он может быть первый взнос как правило для банка это 20 процентов сумма кредит сумма кредита будет 1 миллион рублей то в данном случае нужно будет необходимо внести 200 тысяч рублей то есть 20 процентов а там далее уже идет градация чем больше первый взнос возможны скидки по ипотечной программе третий момент что помимо скидок можно получить еще например приоритетные условия можно получить ипотеку по данным документам в ряде банков это можно сделать внести 40 процентов там 50 и получить ипотеку там по паспорту и снился либо правам не такой случай какие документы потребуются для ипотеки такой случай имеете ввиду по двум документам на паспорте второй документ снилс вот права можно загранпаспорт с отметками о выезде предоставить в ряд банков в принципе все достаточно просто что делать после того как получено долгожданное одобрение после того как получим долгожданное одобрение то есть получили гарантийное письмо от банка вот в этом случае уже можно подбирать себе недвижимость искать новостройки либо вторичное жилье как правило банки после одобрения гарантийного письма дают клиенту в районе трех месяцев для подбора недвижимости трех месяцев видимо более достаточно чтобы подобрать себе жилье тем более что решение по ипотеке можно будет продлить решение по ипотеке она может измениться если мы не убрались в эти сроки три месяца возможно и такое но тем не менее как правило банк идет навстречу но такое тоже может быть то есть нельзя это исключать в любом случае об этом тоже забывать хуже когда недвижимость подобрали ипотеку не одобрали и деньги не нашлись либо с ипотекой затянули потому что первые этапы не прошли по истории еще по каким-то моментам там или по работе может быть пока все это исправляли подоставляли документы затянули квартира ушла такое тоже не редкость происходит дополнительные расходы и дополнительные расходы после покупки нужен ремонт где найти средства на это после покупки необходимо здесь какой момент при первом взносе можно например если ты молодая семья воспользоваться материнским капиталом может быть до 40 процентов доходить а первый взнос который уже есть лучше отложить и сделать ремонт без кредитов ну второй момент как бы можно конечно же взять потребительский кредит для этого лучше своими деньгами здесь обойтись в любом случае помимо все допустим покупка мебели также необходимо покупка мебели покупка занавесок диванов гарнитуров ложек чашек вилок всего остального житейского набора можно ли рефинансировать ипотеку и когда как правило рефинансировать ипотеку это возможно как правило это после того как у клиента ипотека закрыта более чем на 50 процентов от суммы кредита уже можно делать рефинансирование ипотеки даже в том же банке где сейчас ипотека в какой валюте брать ипотеку и в какой выгодно про выгодность я здесь подчеркнул что конечно же ты валюте который зарабатываем деньги это самое выгодное что но на данный момент можно рассмотреть ипотеку при долларах сша скорее всего что вряд ли он будет как там сильно корректироваться ближайшие лет пять хотят тоже здесь ничто непредсказуемо но как правило смотреть на там 30 лет назад доллар только растет то есть взять предпочтение рублям лучше думаю а если хочется все и сразу хотя если люди например доход семьи зависит от курса доллара бывает то что кто-то едет на заработки либо зависит от проект есть доход одним словом в долларах например какой то то здесь есть смысл задуматься ипотеки валютный скажем так может евро или доллар другой валюте скажем так если хочется допустим себе фразу купить более скромную недвижимость с наименьшим количеством квадратов и комнат либо распахнуться размахнуться и на века но здесь зависит уже от первого взноса от дохода семьи ну и по мере поступления разбираться с недвижимостью на сегодняшний день ближайший год у вас пока не семьи не детей нету но вы хотите взять жилье побольше но возможности для этого вы не имеете то скорее всего лучше взять что-то попроще но если у вас есть и первый взнос хотя бы 50 процентов под рукой еще и материнский капитал и доход вашей семьи позволяет и вы понимаете что у вас уже детки подрастают уже нужно недвижимость то есть смысл взять что-то на перспективу но обязательно что-то ликвидное какое-то ликвидное жилье как выбирать ликвидное жилье ликвидное как ну конечно же центр города никто не отменял наиболее ликвидные новостройки которые уже построились ну и посмотреть рейтингами по городу погуглить яндекс посмотреть и проконсультироваться с экспертом можно у нас точнее где это происходит и ваше напутствие как упростить себе жизнь в таком вопросе как подбор ипотечной программы приобретение ипотеки на пусть обращаться к экспертам в любом случае проконсультироваться это ни к чему не обязывает людей быть готовым к тому что лучше это доверить профессионалам тем более покупка недвижимости как правило для людей это происходит один раз жизни это одно из самых важных событий в жизни и лучше наверное это предоставить профессионалам тем более что у нас в компании есть бонусы какие бонусы у вас есть в компании при гарантийном письме мы всегда дарим бутылку шампанского для клиентов ну и какой-то приятный сюрприз который оставит для человека в хорошем настроении ну и поможет оставить светлые чувства о этом моменте который он взял ипотеку спасибо артем сегодня мы говорили как снизить конечные расходы по ипотеке практические рекомендации как сократить расходы на сотни тысяч рублей нам дал руководитель компании финансовые партнеры артем рыжкин спасибо вам большое за внимание до свидания обращайтесь пожалуйста к нам